на ремонте вот такой холодильник норд высотой где-то 180 сантиметров модель модель здесь правда совсем уже выгорела дх 244 и 010 с стандартной поломкой и самой распространенной поломкой морозильная камера еще холодит холодильная уже не холодит уже комнатная температура значит компрессор гудит работает не выключается но так и не дохлаживает причина очень простая вышел фреон но все не так просто просто заправить смысла в этом нет ну есть конечно если заправить он будет работать сто процентов вопрос только в том сколько по времени несколько месяцев несколько недель раз вышел фреон система абсолютно герметична раз вышел значит есть где-то утечка сейчас покажу в современных холодильниках вот после компрессора иногда до конденсатора иногда после вот эта сетка это называется конденсатор вот после него если вы видите то или бывает что еще до конденсатора вот в этой ситуации в этом компрессоре еще до конденсатора смотрите с компрессора трубка идет не на конденсатор не на эту сетку а потом через пильки в холодильник а идет сначала вот туда вглубь на обводной контур обводной он идет вокруг дверки морозильной камеры металлическая железная трубка и она вокруг дверки обходит возвращается вот сюда уходит а вот и оттуда же возвращается и уже идет на конденсатор и вот она железная стоит окисляется там и начинает пропускать через проржавевший металлическую железную трубу поэтому что нужно сделать нужно вот эту трубку обе отрезаем и минуя тот контур с компрессора отправляем прямо сюда на конденсатор 90 процентов что это поможет не сто процентов бывает так что где-то дырка внутри вот тогда уже практически ничего нельзя сделать только ставить испаритель новый внутри холодильника это уже другая история то есть вот что мы делаем отрезаем трубку соединяем с этим убирая этот контур вообще это просто трубка туда идет назад возвращается но для того чтобы заправить мы сюда выпаиваем эту трубку вставляем сюда клапан шредера чтобы можно было и сейчас заправить и потом еще мы заправим оставим работать будем смотреть как он выходит но скорее всего за несколько дней он все равно не не выйдет поэтому скорее всего все будет нормально и отправляем заказчику клиенту но для начала выпаиваем эту трубку выпаиваем клапан шредера ну что же начнем мы с того что выпаяем клапан шредера впаяем для этого я буду использоваться горелкой на мапгазе очень удобно раньше пользовался пропаном и кислородом включил и все значит я использую такой отражатель он позволяет задерживать здесь тепло и быстрее нагревается отражатель самодельный обыкновенный из нержавейки сделаны как бы это самостоятельно несложно сделать что еще нам нужно сам клапан шредера впаиваем обязательно сначала выпа выкручиваем золотник потому что он сильно нагреется а тут есть резиночка и она выйдет из строя ну и обыкновенный медный медно-фосфорный электрод не буду использовать никакой флюс для меди медь к меди это не обязательно и так хорошо припаяется если мы будем дальше уваривать стальную если не будем здесь переходник ставить медь будем проводить тогда нужно но если сталь к меди тогда обязательно ну я пользуюсь обыкновенным обыкновенная бара но это уже дальше а сейчас начинаем выпаивать вам понадобится еще значит обязательно чего нужно начать это сделать пропил напильником и отломать для того чтобы спустить фреон фреон р 600 он горючий ни в коем случае с наличием фреона нельзя греть и может быть вплоть до взрыва поэтому или во всяком случае вырвется газ и вас обпалит поэтому сначала обыкновенным напильником или чем вы хотите можно пилочкой чуть-чуть сейчас все покажу итак сначала нужно выпустить как это сделать просто делаем насечку вот так и он теперь в этом месте отломается и вот вышел весь фреон сколько я думаю грамм 10 вышел немножко подождите потому что сейчас будет загораться если вы будете сейчас сразу немножко загорается но уже не критично значит уже можно греть ну все ну вот так при выпущенном почти не горит собственно это все теперь делаем то же самое но только впаиваем и влезет или нет может быть влезло теперь в одной руке электрод в другой греем то же самое почти до красная или до красна а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот здесь и отрежу вон там в самом конце для того чтобы потом его согнуть приварить сюда но отрежу это условно можно просто кусачками обыкновенная кусачки откусить все откусил здесь здесь удобно и я сейчас выпаю сначала зачищу к раскопку ну а теперь нужно подлезть туда и откусить вот как можно дальше чтобы у меня был запас чтобы я мог потом ее согнуть и сюда тут как-то надо вывернуться в любом случае таким образом поступаем ну что же я откусил вот этот сейчас я его буду выпаивать и этот я откусил там в глубине неудобно было и уже согнул обратите внимание что сгибать нужно аккуратно потому что начинаешь гнуть она пытается переломаться в одном месте поэтому гнуть ножка нужно плоскогубцами так как вы хотите она пытается тут в одном месте допустим согнуться и сломаться а нужно аккуратненько выгибать и вот я сейчас вот и вот сюда ее согну но для начала нужно у меня что-то откусанный край я труборезом сейчас трубка резом сейчас здесь край отрежу чтобы он был красивый иначе он во-первых не зайдет ну и очень важно чтобы не было никакой стружки чтобы не попала внутрь стружка ну а сейчас мы выпаиваем трубку отсюда точно также пробуем когда начнет двигаться и вытащим собственно все с этим вопросом нет что теперь нужно сделать теперь аккуратненько труборезом здесь прорежу дальше все очень просто берем труборез он бывает в наборах вот таких с разными расширителями бывает отдельно а бывает совсем маленький вот в данной ситуации сложно большим и бывает такие ну прямо вот такой в данной ситуации будет удобнее конечно труборез маленький потому что здесь но никак не подойти большим это у меня большой нужно при приспособлений вот так как-то обводить по чуть-чуть поджимаем медная конечно идет быстрее чем стальная для трубореза это не проблема порежет и такой чуть гайку затягиваем крутим для этого нужно было сюда вытянуть эту трубку отрезалась все что мне нужно теперь на всякий случай вот таким инструментом внутреннюю фасочку подрежем чтобы там не было заусенки и чтобы заусенка туда не попала все теперь я согну вот таким образом чтобы она соединилась сгибайте вот здесь вот нельзя браться здесь должно быть ровно чтобы она хорошо заходила в эту трубку если не за это та же самая трубка если не будет заходить значит тут надо будет нагреть и тогда зайти ну и очень важно вот здесь не брать не деформировать беремся где-то дальше ну и аккуратненько так чтобы не погнуть не не слом не чтоб излома не был железная сложно в разных местах берем потихонечку не в одном месте видите тут резкий поворот на металле так не получится нужно но на сталь загибаем так поросящим хвостиком потихонечку и вот до тех пор пока не и вот вот это направление не поймает и вот это и вот это и тогда можно будет соединить ну что же когда я увидел что она в принципе направление одинаковое здесь тоже могу немножко подогнуть так чтоб и медную трубку так чтоб направление совпало ну и все теперь можем соединять и состыковывать желательно чтоб она самостоятельно залезла туда ну на какую-то на какую-то глубину все теперь что можем приготовим буру бура нужно будет для того чтобы и или приготовим электрод с плюсом у меня есть электрод с плюсом по меди с небольшим количеством серебра он лучше припаивает поэтому можете пользоваться таки но он дороже намного конечно но однако его нужно немного поэтому можно поступать так ну а теперь приступим к сварки приступаем к сварке я соединил и поехали а а а а а а а а а это все очень хорошо показал себя электрод с серебром смотрим на ту сторону мне кажется что все легко хорошо здесь кажется что не очень хорошо еще раз все очень хорошо ложится он немного дороже но он сразу с флюсом и сразу с серебром супер очень нравится первый раз попробовал честно говоря все время пользовался таким дешевым намного сложнее особенно когда речь идет о стали там можно сборой ну супер все остывает пробуем заправить и включаем так ну и конечно не забываем что при любой манипуляции мы меняем фильтр тут однозначно ставим новый он стоит недорого но оно того стоит есть смысл для того чтобы работала все хорошо нужно точно так же точно так же греем снимаем и потом за запаиваем точно так же как и как и так же как и так далее когда мы капиллярку отвариваем то нужно нагревать не этот тонкий не капиллярку а сам фильтр потому что капиллярка и расплавится может. а фильтр долго нагревается. обратите на это внимание. нагрели и сняли. это я про опасность. как раз 600. отваривать капиллярку не обязательно. ее можно просто отрезать здесь в конце. и заново новый кусочек приварить. и теперь впаиваем новую. точно так же как все остальное. ничего нового. не забудьте фильтр обязательно. заодно покажу вам что когда отрезаешь капиллярку нельзя просто перекусывать. она имеет тонкие стенки и она сплюснется. делайте надпил и вот тогда она переломается адекватно по надпилу и не сплюснется. просто пошатали и она адекватно отломалась по надпилу. и потом в этом месте вы можете его уже согнуть. или можете выпаять конечно. решил не выпаивать. решил отрезать. проверяем капиллярку. все нормально. и впаиваем на место. итак небольшой лайфхак. как удобней припаять когда неудобно. она вниз смотрит. я немного перевернул холодильник. можно немного. можно быстрее и сильнее. и немножко выгнул трубку в эту сторону чтобы она на меня смотрела. и мне тогда удобно. во-первых не выпадает. я сейчас сюда поставил. она стоит. и все припаиваем. и капиллярку отсюда когда вы видите. ее удобней приваривать будет в таком состоянии. поэтому обратите на это внимание. и опять таки здесь сталь идет с конденсатора. поэтому привариваем. придерживаем. он сейчас висит. но потом когда расплавится припой и флюс и припой. и он может упасть. придерживаем плоскогубцами. ну и что еще нужно. электрод. электродом тоже будет. так как это сталь. буду тоже использовать серебросодержащий. он намного будет круче легче. но нам же чем легче тем лучше. поэтому для облегчения. поэтому я и использую вот эту горелку. а не кислородную. с кислородом. много возни. баллоны. там все дела. тут купил горелку. и собственно и всех делал. больше сильнее. наклоню. чтобы она не выпадала. даже если захочет. ну собственно все. теперь я так поверну. чтобы мне было удобно греть. так. а вам не будет видно. как бы так чтобы было и вам видно. и мне удобно. постараюсь как-то вот так. но теперь нужно будет... так. 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 я думаю что это все. когда греете. если здесь железная. стальная. то греть нужно медь. а не сталь. потому что сталь сразу мгновенно нагревается. по меди сильная теплоотдача нужно греть тоже начинать вот отсюда чтобы нагреть медь она намного медленнее нагревается за счет того что передает быстро тепло в другое место проверяем по плейки но я бы добавил вниз неудобно и разговаривать и снимать и варить но сейчас вроде бы все нормально с обратной стороны тоже все обтекло но рекомендую очень хорошо чуть-чуть тут по моему то ли 5 или 10 процентов серебра но не такой дорогой как там когда много серебра но очень хорошо теперь сюда я не достану чтобы а может и достану придется немножко назад выгнуть потому что не хватает капиллярки почему-то я совсем тут мало ну и сгибаем точно так же потихонечку потому что она пытается сломаться пытается гнуться в одном месте засовываем туда какое-то количество без разницы она туда зайдет как я говорил это очень быстро нагреется а это медленно поэтому будем в основном греть именно на колбу неудобно придется как-то греть с этой стороны сейчас приспособлюсь дальше отодвину таким образом думаю что вам будет не очень видно но однако неудачно неудачно надо так чтобы она согнуть чтобы она не туда выезжала наоборот неудачно согнул сейчас снова нагреем она туда заедет и она туда прямо как только нагреется сама заскочит хочется чтобы вам было видно посмотрю придется обрезать когда вылазила заварился кончик но не буду уже вам показывать сюда попала сейчас она остынет я обрежу почему потому что дырочка заварилась когда вылазила и туда попал припой сейчас не могу отрезать потому что горячая собственно точно также приварим просто я когда нагрел она выскочила и так закончил я как бы проблем не возникло просто пришлось второй раз это делать после этого нужно заправлять сейчас он остывает у меня сколько нужно заправлять вот здесь на бирке написано уже выцвело наверное не будет видно значит р 600 а 0,067 килограмм то есть это 67 грамм значит мы по весам сейчас заправим сюда 67 грамм фреона сначала очень хорошо отправляем фреона ждем пока остынет система ну что же система остыла и теперь можем заправлять как и было сказано здесь у нас написано 76 посмотрю сейчас или 57 грамм или 67 грамм 67 грамм 67 грамм возьму увеличительное стекло посмотрю очень нечетко значит что еще подключаем вакуумный насос для того чтобы полностью отвакуумировать значит сразу систему подключаю и к фреонному баллону чтобы из этого шланга тоже вышел воздух то есть его откачало вакуумным насосом подключаем к среднему жутру синий подключаем синий потому что здесь есть еще и вакуумный вакуум вакуум метр здесь показывает вакуум подключаем к самому компрессору а красный подключаем к вакуумному насосу почему потому что при выключении вакуумного насоса нужно кран закрывать чтобы потому что он назад пропускает он выкачивает но как только я открою воздух через вакуумный насос опять засосет но если я закрою кран то в систему воздух не засосет при выключенном насосе собственно все включаем вакуумный насос ну что же я закончил вакуумировать у меня вот постоянно в таком состоянии что теперь нужно сделать нужно проверить а сколько у нас в баллоне фреона весы отключаются поэтому ситуация нужно запомнить значит сбрасываю на ноль замеряю если у вас не отключаются ну это обыкновенные кухонные поэтому они отключаются я взвешиваю у меня 493 495 минус 67 получается 428 должно остаться сейчас 495 можно записать дотягиваем пока не будет 428 что необходимо сделать значит закрываем от компрессора кран выключать теперь можем компрессор открываем отсюда и все и фреон пошел был вакуум стало давление и теперь потихонечку туда идет пока не будет 428 меряем 480 если плохо заходит 470 медленно понемножку тут давление поднялось можно включать сам холодильник давление будет падать и 470 медленно будет падать давление соответственно будет быстрее заходить фреон но главное не прозевать потому что сейчас вы 470 медленно я сейчас но нужно так чтобы он был в зоне плюс почему потому что потом нам открывать золотник а когда вы открываете золотник важно чтобы там плюсовое давление чтобы часть фреона могла выйти а если будет здесь минусовое тогда вакуум засосет воздух при откручивании чуть-чуть воздуха но если здесь чуть-чуть хотя бы плюс то он пшикнет пусть немножко выйдет это неважно главное чтобы лишнее воздух не зашел собственно все теперь я потихонечку контролирую сейчас 475 ну как-то медленно поэтому включаю холодильник и он потихонечку засосет включился пошло в минус я включаю смотрю сколько и будем до 428 чтобы быстрее можно немножко переклонять и жидкость туда пускать 467 тут даже в жидкой фазе немножко пошло но но жидкой фазе нужно нежно чтобы не 456 чтобы не было гидроудара потихонечку понемножку сейчас уже она тут видно что жидкость начинает потихонечку идти 447 ну и до 428 445 холодная такая прямо 439 тут видно что начинает даже жидкость появляться в стекле но мы понемножку скоро уже скоро уже сейчас это может быть неправильно 428 27 все закрываем и выключаем зачем выключаем чтобы давление ушло в плюс и теперь можем открыть выкрутить когда давление в плюсе чтоб не зашел туда воздух и закрываем ну надеюсь все понятно а теперь стандартно включаем холодильник и после этого после того как включили холодильник смотрим чем все закончится как быстро ну тут уже весь конденсатор теплый уже весь теплый это значит что тут везде фреон есть повторяйте это не сложно и вот в данной ситуации когда вы сейчас запустите тут появляется везде давление можно попробовать мыльным раствором посмотреть стыки нигде не пенится ну в принципе это уже не обязательно потому что если вы запаяли хорошо ну может быть старые стыки проверить когда есть там давление то можно это проверять подписывайтесь на канал всего доброго какой предварительный результат по холодильнику в принципе холодит хорошо там уже плюс 2 в холодильной камере минус 18 в морозилок и смотрите трубка которая выходит с холодильника и входит вот это выходная она горячая а входная обратная она обмерзла вот до сюда как бы теоретически это допустимо если до 10 сантиметров вот отсюда вот хотя бы до сюда если одна немножко так покрывается изморозью то еще ничего но если она до самого компрессора это неправильно бывает так что здесь прямо вот и кусок компрессора обмораживается это слишком много фреона значит нужно немножко спустить но я пока не буду спускать потому что у меня еще она стоит на проверке будет ли уменьшаться есть ли протечка но вообще если вот такая ситуация так много больше чем 10 сантиметров с выхода или покрыта каплями 10 сантиметров потому что она холодная и покрыта каплями воды холодными или даже вот изморозь взялась но немного если вот здесь она не покрыта потому что компрессор горячий и немножко отмораживает так бы и здесь покрыта поэтому это многовато необходимо немного спустить сколько тут никак не определить просто выключить постоять полчаса потому что сейчас если я вдруг откручу и начну спускать он не спустит фреон он наоборот засосет воздух выключить постоять полчаса появится вместо вакуума давление и вот тогда можно немного спустить сколько пшик-пшик и опять пробовать опять выключить ну не то чтобы пшик-пшик потому что оно будет не жидкостью если жидкостью плюется то пшик-пшик а если газ то конечно нужно дольше может быть 2-3 секунды выдуть и снова пробовать потому что вот это не годится